Всем привет! С вами Вальфрам. Сегодня, значит, обзор телефона. Но, надо сказать, что это не такой вот обзор, который там все делают, пробегаются по характеристикам, ещё какая-то там всякая фигня. Это будет такой реальный отзыв владельца телефона Redmi Note 7. 64-гигабайтного. И 4 гигабайта оперативки здесь. Так, значит, телефон уже у меня почти что 2 месяца. Покупал я его в магазине. Не то, что там через интернет заказывал, через эти всякие там Алиэкспрессы. Нет, не доверяю этим интернет-магазинам, так как уже заказывал телефон Redmi Note 4, и он у меня через полгода сломался. Вот. Решил этот раз купить в магазине, чтобы, если что, там сразу гарантия. Гарантия, всё-таки починят его, отремонтируют, если что-то сломается. Так, начнём, значит, с самого телефона. Сейчас я его из чехла выну. Так. Не уронить бы. Никогда не ронял телефоны. Так, ладно. Они разных расцветок есть, телефоны и синие, и красные всяческие. Так, вот он, значит, телефончик. Вот две камеры, вспышка. Вон там, это, значит, стеклянная такая поверхность. Ну, оргстекло обычное. Вот, сканер отпечатков. Всё это успешно царапается. Даже если, вот, вы, допустим, как я, очень так к технике относитесь, не кладёте её с ключами, там, ничего. Очень так добросовестный такой владелец техники. Старайтесь как-то беречь её. Всё равно у вас что-нибудь да и сцарапается. И экран, вот, и горилла-глаз какой-то там. Все эти гориллы-глазы, все эти дракон-глазы. Для чего их создают, фиг его знает. Если бы они действительно не царапались, тогда бы не производили бы никакие плёнки, никакие-то защитные там стёкла, ничего бы этого не производили. Вот прошло, считай, два месяца, а уже на экране появились микроцарапинки такие. Вот тут в правом углу. Хотя я говорю вам, что я очень добросовестно к технике отношусь. Стараюсь никуда её не класть, там, ни на стол, ничего, ни с какими ключами, ни где-то там, ни грязными руками там уж телефон трогать, ничего. Протираю тряпочкой, которая, вот, раньше шла в самсунговских этих телевизорах. Экран влажной тряпочкой можно притереть, да и сам телефон влажной тряпочкой можно притереть. И всё там от пыли, от каких-то отпечатков. Отпечатки тут тоже остаются так же. Так что, в принципе, если купили такой телефон, сразу покупайте защитные стёкла, чехлы и всё такое. Кстати, чехол у меня сразу там вместе с телефоном шёл. Это уже продавец мне его так вот дал бесплатно. Камеру он закрывает, вот эта камера двойная, она, когда на стол кладёшь, не касается стола, всё, она там её покрывает, не царапается. Камеры тоже у всех телефонов делают из какого-то оргстекла, непонятно из чего. Почему бы не делать из натурального стекла, чтобы они действительно не царапались? Тоже надо бережно относиться, никакими там грязными майками протирать. Вот так, а что-то у меня камера запылилась, дай-ка я её сейчас протеру. И в итоге этой майкой там натираются эти полосы, разводы, можно сказать, поверхность оргстекла, этой камеры шлифуется, и уже качества съёмки не то. Было бы это стекло, настоящее стекло, стекольное стекло, из которого делают там это окна, или ещё там что-нибудь, оптическое стекло, ничего бы не царапалось. Нет, они делают из оргстекла, видите, или спецом. Спецом делают для того, чтобы камера, значит, там поцарапалась, раз, другую купили там. Другой смартфон имеется в виду, купили. Каких-то недостатков особенных в смартфоне обнаружено не было вообще. В принципе. Вот, там на ютубе в обзорах показывают, что гугл камера лучше снимает. Я её тоже искал, там разные версии, установил на этот смартфон гугл камеру, и поснимал. Мне вот думается, что она снимает лучше. Хотя, есть такой канал, Ольга и Сергей, значит, Сергей из Крыма. Меня вчера огорчил, говорит, я смотрел на профессиональном мониторе, гугл камера снимает плохо, хуже, чем оригинальная камера. Это вот видно действительно на профессиональном мониторе. Ну, фиг его знать. Я вот сейчас вот для объективности, для своей какой-то внутренней, сделал два снимка, обычной камерой, и вот гугловской. Долго искал, там, под увеличением какие-то пиксели, какие-то вот, какие-то размазанности, что-то, что-то такое искал. В общем, два снимка, можно сказать, одинаковые. Правда, один весил, там, 3 мегабайта, другой 3,85. Ну, там, от освещенности, от чего-то ещё там нового. Снимки не со штатива, конечно, делались. Фиг его знает. Видео как снимает. Все вот свои, сейчас вот, видеоблоги, все свои видео я снимаю именно вот на этот смартфон, Redmi Note 7, да. Камера вот эта, Allegria HF306, всё у меня пылится в антресолях, как говорится, и даже нет желания снимать вообще на неё ничего. Она громоздко с ней, громоздко с ней таскаться. Ну, так, наверное, буду потихоньку на неё что-нибудь снимать, какие-нибудь видео, но редко. И в городе там, где ты идёшь, раз, достал смартфон, подснял сразу всё, и нормально. Вот. Никого, никакого внимания не привлёк, ничего. Вот, многие говорят, что вот тут нет NFC в этом смартфоне. Как это плохо? Это такой недостаток, такой с болью в сердце сообщает, что там нет NFC, не знаю. Нахрен этот NFC нужен? Мне вот вообще, я думаю, это плюс большой, что он, его там нет. Знаешь, он не сломается. Так, ещё вот, значит, такая особенность, вот эта зарядка, вот, USB Type-C. Вот. Все тоже плачут во всех видео, делают обзоры на какие-нибудь смартфоны, говорят, а там всё лишь микро-USB разъём-то, это Type-C нет. Вот это такой большой недостаток. Я думаю, что вот USB Type-C, вот это вот, вот этот шнур, это большой недостаток. Вот поедете вы куда-нибудь, вот как я вот поехал на дачу, да, там, и забыл зарядку. У оператора нет вот этого шнура USB Type-C, ни у кого нет. Ещё сейчас не особо много телефонов с этим. А если те люди, которые вот не меняют смартфоны, там, по 5-6 лет, у них у всех микро-USB, вот эта зарядка. Если ты её забыл, где-то у кого-то должить, зарядить, и вот где искать вот этот USB Type-C. Нет у этого шнура. Надо его отдельно покупать ещё один, с собой возить на всякий случай. Вот. Считаю это недостаток. Чё этот USB Type-C даёт? Прирост скорости, при перекидывании файлов, или что там, он там гигабит перекидывает. Я даже специально не считал спецификацию этого USB Type-C. Как он там перекидывает, чего, не знаю даже. Вот. Видео, конечно, снимает этот смартфон. Более-менее. Но что я заметил? Софт вот этот, Xiaomi, сама вот эта, для видеосъёмки, сделала какой-то, ну, сырой он. Сырой он всё равно. Если в статике снимать, вот, не ходить там по городу, не носиться, ничего, вот, в экшен-режиме, да, действительно нормально там, вот, более-менее снимает. Но, что-то, прослеживается такая же тоже тенденция, как и в Redmi Note 4. какой-то плавающий битрейт, кадры проседают, если где-то в темноте, уже какие-то FPS-ов, что-то поменьше, вроде как. А в Google камере, там, софт вот этот, по видеосъёмке, там можно установить битрейт, выбираешь там 10 мегабит, это 20, 30, 50, даже 100 мегабит, можно видеосъёмки, это выбрать, и вроде как нормально снимает, и там стабилизации побольше, стабилизация там лучше реализована. Я ещё, конечно, поэкспериментирую, как там, что к чему, посмотрю, может, перейду на съёмки, вот, с Google камеры, вот эти видео, да, как они там ещё при монтаже будут себе вести, фиг его знает, но объект, сейчас вот по первым впечатлениям, что Google камера видео лучше снимает, и баланс белого там как-то лучше отрабатывает, что ли, и вот это, как его, фокус тоже, вот, и настроек побольше. И вот, что ещё заметил, вот, по зависаниям, что, вот, когда вы снимаете, начали снимать видео, допустим, желательно, перед съёмкой, если действительно что-то такое снимаете, важное, вообще телефон, смартфон перезагрузить. Для чего? Для того, чтобы он не завис. Вот как в Redmi Note 4 у меня была такая фигня, иногда зависал смартфон при видеосъёмке, так и здесь уже два раза, считай, за два месяца он завис. Вот, в общем, перед съёмкой, по сути, надо перезагрузиться, из-за чего там он зависает, может, там переполнение каких-нибудь буферов, может, там оперативка, может, там что-то, он греется, может, ещё что-то, но такое замечено мною было. Может, конечно, это мой экземпляр так зависает. Раньше я в Redmi Note грешил на карту памяти, что, может, она там, какие-то характеристики у неё, может, занижены, может, из-за этого зависает, фиг его знает. Ну, здесь есть такое дело, а так, при просмотре YouTube, каких-то там сайтов, ещё там что-то делание, ни хрена ничего не зависает, единственное, вот, видеосъёмка, да, зависала, вот, картинка зависает, звук пишет, картинку нет. Вот, ну, это, в принципе, можно остановить, и дальше продолжить видеозаписи, вот так вот. Ничего такого. Что ещё? Плюс, важный плюс для себя, вот, в этом телефоне, и вообще, в смартфонах Xiaomi, это то, что у них уже изначально встроена запись разговоров, вот, в моём Redmi Note 4 писал там, он разговоры, правда, в 24 килобита битрейт в MP3, а в этом смартфоне уже расщедрились, как говорится, и уже 32 килобита в секунду MP3 пишет разговоры в смартфон. это, в принципе, так-то достаточно, ну, там, ребята как-то там прошивают, ну, там меняют, изменяют, там можно, в принципе, сделать и 64, и 128, в прошивке покопаться, там где-то что-то найти, вот эти исходники, где там этот битрейт устанавливать, и можно как-то сделать, да. Ну, мне, в принципе, и 32 килобита достаточно, вот. Такое сносное качество, в принципе, можно разобрать, кто там что говорит, и, да. А в других, а вы скажете, а зачем эта запись разговоров, сейчас ведь много всяких программ, там можно это скачать, они там записывают также твой разговор. Да, действительно много всяких программ, я даже их сам устанавливал, но они работают почему-то 50 на 50. Вот у оператора, значит, телефон Honor, он установил программу, даже платные, там за нее требуют деньги, она поработала, это, наверное, месяца 3, потом перестала работать, потом какие-то обновления, потом опять чуть не работало, потом он скачал другую программу, и не каждая программа подходит именно к вашему телефону. Надо искать, устанавливать, смотреть, как записывает. Некоторые программы не со всех операторов там записывают, мегафон, допустим, записывают, Билайн нет, и вот такая вот чехарда получается, а здесь 100% запись вашего разговора, и, как говорится, никаких проблем. Размер телефона нормальный, как-то вот так вот не смущает, поначалу, конечно, привыкал, да, что-то, вот и форма такая, это более продолговатая, такая узкопленочная, по сравнению с Redmi Note 4, да, она такая более прямоугольная, прямоугольная, здесь такая узкопленочная форма, нормально, в принципе, уже все привык, уже на старый смартфон смотришь, как на что-то, такое недоразумение какое-то, его использую только я для навигации, там навигатор у меня стоит, ну, здесь тоже навигатор я поставил, тоже все работает, 48 мегапикселей, они, конечно, это, да, это какой-то рекламный код, если он не фотографирует на 48, там софта нет, или чего-то там у них нет, это такая рекламная замануха, это понятно, но в фотографиях главное, как я уже не один раз выражался, это фотограф, самый лучший фотоаппарат, фотокамера, это та, которая у тебя оказалась в нужное время, в нужном месте, зарядки хватает, если так вот, особо там, где-то в интернетах не лазить, так, кое-что посмотрел, не сидеть там, дня на два, а если вообще в таком экономном режиме его использовать только для звонков, там, только включить 2G-сети, дня на три, в принципе, хватит, да, в экономном, в таком режиме, 4000, тут, если я не ошибаюсь, миллиампер, это аккумулятор, так что, хороший телефон за свои деньги, все нравится, надеюсь, как всегда, прослужит долго, с вами был Вальпрам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!